Земля-это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса. И города полные чудес. Но все-таки Земля-это планета людей. Они главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего 100 долларов на два дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Поставное блюдо. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. Всем привет, это Орел и Орешка, земляне. И мы прилетели в гости к эстонцам, но в этот раз не с пустыми руками. Миша, показывай. Расскажи всем, как это произошло, всем интересно послушать. Не буду, потому что в каждой девочке должна быть маленькая загадка и немножко гипса. Ладно, сейчас не об этом. Мы прилетели в гости к эстонцам и их считаются медлительными, но, тем не менее, они обошли всех своих соседей в развитии. Так что давай сегодня не будем больше ничего ломать, а просто будем ломать стереотипы. Больше ничего ломать не будем, потому что уже все сломали, держи. Орел. Решка. Готова? Всегда. Кому повезло в этот раз, кому не повезло второй раз подряд. Ну, ты поняла шутку типа? Второй раз подряд. Ха-ха-ха-ха. Помоги, пожалуйста. Помогай, как там? Вот так, да? А-а-а-а. Ха-ха-ха-ха. Тогда надевайся. Удачки тебе. Да, и тебе тоже. А мне туда. Пусть стоит удача. Мне жалко ее, конечно, но что я могу сделать? Судьба такая. Эстонцы поняли, что когда в твоей земле нет никаких ресурсов, а климат такой, что на туристах не заработаешь, единственный выход – развивать мозги. И пока соседи шутили над медлительностью эстонцев, они первыми в мире построили цифровое государство. Выбрали президента через интернет и заработали миллиарды, сидя перед экраном компьютера. При этом они продолжают вызывать трубочистов на дом, есть дичь, консервы из медведь и ходить в средневековой одежде. Кажется, эти земляне одновременно живут и в прошлом, и в будущем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые богатые эстонцы – это айтишники. А какую тачку боготворят айтишники? Конечно, Теслу! В моем случае – Теслу Модел 3. Вот моя красавица, а! Какая чистенькая, новенькая, главное – электрическая. Орел и решка. Почему мне не рассказали, как ее открывать? Илон Маск. Может быть в Эстонии просто надо подождать? А, все понятно. Может просто я… Ну вы поняли. Какой волнительный момент. Здесь ничего нет. Свободное пространство и телевизор. Здесь даже интернет есть. Это интернет от Теслы. Я плачу Тесле каждый месяц. 10 евро. И у меня интернет в любой точке земного шара. Здесь нет ключа. Все управляется с телефона. Я могу видеть, где моя машина. Я могу открыть машину. Могу посигналить. Могу завести машину и поехать. Кстати, самая первая Тесла появилась у эстонца. Стива Юрвитсона. Когда Илон Маск только придумывал Теслу, Стив дал ему денег на разработку с условием «Первая машина будет моя». Первая Тесла и дело не ограничилось. Сегодня этот парень в наблюдательном совете Тесла из SpaceX. Полный бак батарея. Аэропорт в Таллине находится прямо в городе. Поэтому с добиранием вообще не будет никакой проблемы. Очень удобно, что прямо в аэропорту есть остановка городского трамвая. Где можно оплатить? Там есть автомат с билетами или можете заплатить банковской картой. Мы поехали. А ничего, что мы поехали, а я не купила билет. Попробуйте спросить у водителя. Здрасте. Не продаете? Я не успела заплатить. У нас нет билета, карточки нужно. У меня нет карточки. Ничего страшного? Да? Просто так? Боже. Спасибо большое. Да? Хорошо. Надеемся. Спасибо большое. Просто так про мужчину поехать. Скажите, общественным транспортом эстонцы часто пользуются? Да, постоянно. Для тех, кто живет в Таллине, он бесплатный. Спасибо. Хорошего дня. Вы очень красивая. Спасибо. Комплимент сделали. Как приятно. Ой, простите, так засмущала, что сразу не поняла, о чем он говорил. Но, друзья, это же невиданное дело. В Таллине все жители ездят на трамваях, в метро и автобусах абсолютно бесплатно. У каждого жителя Таллина, у кого вид на жительстве. Угу. К такому зеленому проездному привязываются персональные данные каждого жителя Таллина. И с ним он может ездить хоть сто раз в день, и это будет абсолютно бесплатно. А вот турист или иногородный заплатит за каждый раз полтора евро. Таллин стал первым городом Европы, который сделал такой подарок местным жителям. Он обходится бюджету в миллионы евро. Зато людям не нужно покупать машины, и это спасает город от пробок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для многих столица Стони Таллинн – это европейско-средневековая классика. С брусчаткой, башеньками и старинными пивными. Но пусть вас не сбывает с толку этот город из прошлого. Потому что на самом деле эстонцы давно живут в будущем. Эстонию давно никто не воспринимает как страну тумана и селедки. Сегодня Эстония – это страна инноваций. У эстонцев не было нефти и прочих ресурсов. И у нас мало людей. Поэтому решили, что технологии – это то, во что надо инвестировать. Эстония маленькая и тут легко было тестировать новые технологии. Далеко ходить за ними не надо. Их видно прямо на улице. Это что за роботы? Меня сейчас в полицию заберут. У него вот так по кругу везде расположены камеры. По идее он видит все, куда едет. Ой, у него и датчики. Это же кайфово, это же будущее пришло. И кто ожидал, что оно придет из Эстонии? Эстонцы, ну даёте. Классно, что оно просто едет по улице и никто не трогает. В общем, местный стартап заключил договора с интернет-магазинами. И теперь, когда ты хочешь что-то заказать, ты это заказываешь. Но приносит тебе это не курьер, а вот такой красавец просто приезжает. Смотри, как он поворачивает четко. Я себя сейчас в Эстонии ощущаю пацаном, который приехал впервые в город из деревни и такой… Трамвай? Троллейбус? У нас в конце 90-х была правительственная программа. Детей с раннего возраста учили программировать со второго-третьего класса. И это люди, которые сейчас делают стартапы. Для тех, кто вчера проснулся, стартап – это что-то вроде зародыша компании. Для стартапа нужна свежая идея, в которую кто-то захочет вложить деньги. А Эстония занимает первое место в мире по количеству стартапов на человека. Привет, меня зовут Кирилл. Привет, Кирилл. Я Элиза. Элиза рассказала, чем же тут занимаются эстонские стартаперы. Вот, допустим, какой-то умник решил создать службу доставки здоровой еды. Он может прийти в стартап-хаб и найти здесь все, что нужно для развития компании. Мы напрямую соединяем стартаперов и опытных консультантов. Членство у нас платное – 250 евро с человека в месяц. За эти деньги начинающий стартапер получает вход в тусовку, где может найти не только наставника, но и тех, кто вложит деньги в его проект. И тут же нанять персонал для своего стартапа. Так постепенно на этих креслах-грушах под кофеек рождаются компании стоимостью в миллиард. А ботаны становятся миллионерами. Вот стена славы эстонских стартапов. Начинаю, например, с компании, которая производит электровелики. Ампли. А вот Старшип. Помните робота-доставщика? Армия этих эстонских роботов уже разъезжает по США и Европе. А вот настоящая гордость Эстонии – стартапы-единороги. Единорогами называют компании, которые стоят больше миллиарда долларов. Среди них – первая программа для звонков по интернету. И ее разработали эстонские программисты. Служба поиска такси и электросамокатов Bolt – это тоже эстонский единорог. А вот этим стартапом, сервисом платежей Vice, владеют самые богатые люди Эстонии – миллиардеры Кристо Кяйрман и Тавид Хинрикус. Капитализация их компаний уже превысила годовой бюджет Эстонии. Я работаю на стартап, я фрилансер. И еще я работаю с другом, чтобы сделать и свою компанию. А у вас тут стартап? Да. Какой? Называется Coquito. А в чем его суд? Это полезная еда для всех. А в чем разница между эстонскими стартапами и другими? Я думаю, эстонцы просто делают дело. Вместо того, чтобы много болтать, они берут и делают. Круто. Атмосфера здесь такая прям дружественная, открытая, добрая. Ощущение, что можно к любому человеку здесь подойти и просто поговорить с ним о чем-то. И он тебе что-то подскажет, даст какой-то толчок к чему-то. И хочется здесь работать сразу. Ощущение, что кто-то создает стартапы и ты должен их тоже создавать. Здесь нельзя просто так сидеть. Может показаться, что все эти стартапы, блокчейны – это только для молодых и прогрессивных. На самом деле все эстонцы живут в так называемом цифровом государстве. Правительство Эстонии упростило бюрократию, переместив практически всю жизнь землян в смартфон. Сейчас узнаю, как это работает. Вот это айди-карта – главный документ каждого эстонца. Это удостоверение личности внутри республики. Ну и потом уже появилась мысль, что поставить туда чип и с этим чипом тогда можно сделать, допустим, электронную подпись. То есть вам не нужно идти с департаментами, бумагами и все. Вы можете дистанционно с компьютера подписать документы, которые вам прислали с помощью этой карты и знания своего пин-кода. Но потом эстонцы пошли еще дальше. Создали предложение смарт-айди. Это цифровой документ со всеми данными о человеке. Смарт-айди. Я здесь ввожу свой личный код. Он присылает мне код на мой телефон, который я уже ввожу пароль сюда и после этого я вхожу в госуслуги. Абсолютно все государственные услуги в Эстонии доступны прямо в смартфоне. Эстония сможет проверять оценки своего ребенка и общаться с учителями. Может получить у врача онлайн рецепт, который у себя в компьютере видит аптекар. И никому не надо разбирать врачебный почерк. Может оплатить налоги и парковку и даже выбрать себе елку к Новому году на интерактивной карте. Даже если ты хочешь проголосовать, то можно сделать вот здесь. К доктору записаться можно через мобильный телефон. Да, можно. Это правда? Вы пользуетесь этим? Я к врачу не хожу, потому что я 84 года и никогда не заболел. Потому что я двигаюсь. Я думаю, что хорошо, но с другой стороны, мало двигаться надо. Ведь мы все-таки развивались таким образом, чтобы нужно двигаться, ходить с пищей и так дальше. Это круто, что здесь в Эстонии государство облегчает жизнь. И что через телефон можешь получить любую госуслугу. Но не забывайте ходить. Это очень полезно. И я пошла. Ну что, в детском саду, скажем так, эстонских стартапов я уже побывал. Теперь пришел вот к выпускникам. Компания Пайпдрайв – это компания Единорог стоимостью полтора миллиарда долларов. И все это за программу для учета продаж. Меня Кирилл зовут. Очень приятно. Знакомьтесь, главный мозгач компании. Интересно, как выглядит офис серьезной компании стоимостью полтора миллиарда долларов? Тапочки, пожалуйста. Тапочки, вот. Домашняя атмосфера. Здесь у нас проходит общее собрание. А здесь это больше зона отдыха или рабочая? Зона отдыха, она здесь приходит посидеть, чтобы за столом сидеть. Здесь как на набережной выносят мешки, кидают на траву на газончик и можно сидеть с друзьями отдыхать. Программисты – это курочки, которые несут цифровые золотые яйца. Поэтому компании за них страшно держатся и создают максимально комфортные условия. Вот настольный футбол, чтобы переключить мозги в перерыве. Массажное кресло для затекшей поясницы. Тренажерный зал. А вот круглосуточный шведский стол. Это сауна? Это сауна. Класс! А когда работа делается, если у них для отдыха такие условия созданы? Нет, на самом деле, посмотри, работа ненормированная. Если что-то сломалось, они будут работать 24 часа, пока это рабочие. Что вы сделали, если вы заходите в офис, но в середине рабочего дня и кто-то спит на диване? Надо накрыть его одеяльцем. Вот правильный ответ. Успешная компания. Я тоже так думаю. Надо накрыть одеяльцем. Все, что видишь в Эстонии, ну никак не вяжется с самым обидным стереотипом про эстонцев. Что они медлительны и даже немного заторможены. Кстати, что они сами об этом думают? Ребята, можно вам задать пару вопросов? Вы немного медленны, это правда? Да, но смотря в чем. Нам, например, сложно быть эмоционально открытыми. Но когда нужно действовать, мы довольно решительны. Да, это правда. А почему? Не знаю, может, из-за погоды или люди вокруг такие. Но мне это нравится. Я знаю этот стереотип, и я с ним согласна. А может это из-за того, что у вас язык такой протяжный? Я лично быстро говорю, но сам эстонский язык, он как большие волны. Это самое длинное слово, которое ты можешь прочитать наоборот. У-у-у-ри-я. Представляете, там четыре у. Есть в эстонском слова, в которых так много гласных, что когда их произносят, кажется будто заживало пластинку. Это сад во дворе. А есть слова, в которых только гласные, например. Это означает ночь. Многие люди говорят, что наш язык похож на язык эльфов или феи. Научите меня какому-то сложному слову. Это называется море цветов, когда поле все покрыто цветами. Ребята, меня просто пожалели. В эстонском языке есть такие слова, что, например, вот это слово, которое я до конца программы выговорить не смогу, а может и до конца жизни. Переводится как усталость после празднования дня рождения, который затянулось на все выходные. Так, я немножко проголодалась. И вообще мне интересно узнать, что едят местные, поэтому зайду я в супермаркет. Угадайте, куда я пришел со своей безлимитной картой? Правильно. В пельменную? Пелм. Смотрите, у эстонцев даже пельменная похожа на офис какой-то айти-компании. Стильно, модно, молодежно. Почему пельмени здесь так популярны? Вообще для эстонцев главное то, что внутри пельмени – это мясо. Пельмени с мясом лося, оленина, медведь. О, консервочки. Вот у нас консервы рыбные. А здесь, посмотрите просто на картинку, это лось. Консервы из косули? Я в шоке. Вот тут свинья есть, кабанятина тушеная. Медвежятина? Медведь? Консервы из медведя? Я вообще в шоке. Что вообще у людей в голове? Зачем медведь кушать? Зачем консервы медведя? Не хочу, я даже в этом участвовать не буду. Кто-нибудь ел пельмени из медведя? И я нет. Нам нравится мясо из леса. Мясо диких животных? Да. В Эстонии с экологией все в порядке. И диких животных так много, что звери, которые в других странах в Красной книге, в Эстонии считаются чуть ли не вредителями. Их официально отстреливают и сдают на мясо. Есть опасный сезон. Бывает, что когда не очень хороший сезон, ягод и рыбы не хватает, животные уходят в люди. И человек их убивает. Но походу долг ведущего орла и решки он такой. Если тут местные-то едят, а наш сезон проземлян, то и я должна это пробовать. Фу, гадость. Это олень, медведь с ягодками даже. И это лось. Вот такой деликатес. Сейчас лось и олень стоят в 2 раза дороже говядины, а медведь в 5 раз. Поэтому эксклюзив, дамы и господа. Оно чем-то похоже на говядину, даже похоже на говядину, я бы сказал, но сочнее. Чуть более сладкое и есть привкус от того, что это точно не говядина. Того, что это дичь именно. Это более жесткое. Это похоже на говядину, которая ходила в качалку. Чувствуется, что оно более жесткое. Боже, мне сейчас придется скушать вот это вот. Консервированное мясо медведя. Сарат, могу я помочь мне, пожалуйста, это? Можете мне помочь это, пожалуйста? Конечно. Да, спасибо. Найс, очень хорошо. Ты никогда не пробовал? Это говядина. Хороший счастья. Ты видишь? Да. Ты хочешь попробовать с мной? Нет, спасибо. Нет? Хорошо, это пахнет неплохо, но все равно... Сам факт, что там мясо медведя. Пробовали? Не хотите со мной пробовать? Я боюсь. Я тоже боюсь. Я тоже боюсь. Но мне надо. Вы из Эстонии? Да. Да? Вы когда-нибудь ели мясо медведя? У вас едят ей? Нет. Оказалось, что консервированная дичь она и для эстонцев дичь. Мне не нравится ни запах, ни там мясо какое-то странное. Мне так уже противно, но мне все равно не нравится. Я никогда не пробовала собачий корм, но мне кажется, что на вкус как собачий корм. Нет, фу, еще и такой привкус в конце непонятный. Я, конечно, не супергурман, но скажу так. Лось, он плотнее, чем олень, но мягче, чем медведь. И тот же самый, как я говорил, привкус дичи. Присутствует во всех трех, как оказалось. Не знаете, что такое привкус дичи? Welcome to Estonia. Пожалуйста, приятного аппетита, как говорится. Мне кажется, раньше богачам не очень комфортно жилось. Это сколько налички с собой возить нужно. Не то, что сейчас. Особенно с премиальной картой Мастеркард. И с ней мне комфортно в любой поездке и на оплату я трачу всего пару минут. Вы знаете, безлимитная карта нужна не только для того, чтобы кататься на дорогих тачках, ездить в ресторанах и спать в крутых отелях, но еще для того, чтобы знакомиться с уникальными людьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Тауно Кангро – эстонская знаменитость. И да, он ходит в одежде 17 века каждый день. И с кинжалом? Нет, я же художник, у меня надо карандаш. А, и вы выточите. Тауно просто любит эпатировать публику. А еще он ненавидит гладить. Я нашел такой материал, вот эта кожа, что не гладить не надо. Тауно, наверное, самый известный эстонский скульптор. Его работы можно встретить по всей Эстонии. И не успел я опомниться, как уже оказался на уроке скульптуры. А дальше все как в тумане. И вот тогда надо, если что-то инспирировать, надо уже каркас. Как вы там говорили, начать с основной композиции? Угу. У меня неплохо получилось. Нет, 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 все в порядке. А дальше, что там было? Рельефность добавить и найти композиционное равновесие. Весь каркас покроешь, и тогда начинаешь. Я понял. И что вы говорите? Работаем над светотеневой моделировкой. Сказать, что я почувствовал себя неудобно, ничего не сказать. Это очень необычно. И она становится в разные позы. И выбирает. И так, и так. Куда смотреть? Наверное, в глаза. В глаза. Точно в глаза. Потом такой, черт, не в глаза. Нет, в глаза. Вдохновившись этой прекрасной девушкой, я сделал вот. В старом центре Таллина можно встретить редкого землянина. На голове у него черная причерная шляпа. Одет он в черный причерный камзол, на котором блестят яркие-прияркие золотые пуговицы. Это что? Это вообще трубочист? Давайте тогда. Да ладно! Завтра вечером могу приехать. Это настоящий человек. Вы настоящий чистильщик или туристический? Не чистильщик, трубочист. Кейт Лулу. Один из шести ста трубочистов Эстонии. Вы собираетесь работать? Да. Пойдем чистить отопытные приборы. Можно к вам? Давай, если хотите. Да, очень хочу. Пойдемте тогда. Обалдеть. Давайте пойдем. Я за время в Орле и Решке поняла, не будешь наглой – ничего не увидишь. А тут сейчас познакомиться с живой легендой. Держи фонарик. А это настоящий дом? Да, это настоящий дом. А чей это дом? Здесь живет одна бабушка. Ее в данный момент нету дома. Она осталась в ней ключ, чтобы почистили ей отопительный прибор. Когда встречаешь настоящего трубочиста, в голове миллион вопросов. А почему вы именно такую профессию выбрали? Что вам понравилось? Из детства. Это когда в школе спрашивают в первом классе, кем хочешь стать. Да. Были у нас такие маленькие дневники, и туда надо было писать. Кем хочешь стать. Вот я написал трубочиста. Что вообще он означает, этот костюм? Шляпочка? Костюм это рабочая форма наша. Шляпа как защита головы. Как у строителей каска. Ремень даже не зря. Ремень это защита живота. Когда залезешь на дымоход, не везде есть лестница, как здесь. Ты тогда на живот на ремень упираешься и залезешь на дымоход. Ну что? Полезем? Полезем. Как говорится, с Богом? С Богом. Уху! Я вижу, боже, здесь пыльно, грязно вокруг. Кейт сказал, что это дом постройки, только представьте, 1505-го года. И на чердаке видно не убирали самого 1505-го года. Еще одна лестница. Головой аккуратно. Буду держаться, да? Да. Головой аккуратно. Ой-ой-ой. Кто бы сказал, что я вообще окажусь в чужом доме, на крыше и с чистильнищиком трубов. Ого, так высоко! Вам не страшно? Нет, не страшно! Капец! Такие инструменты есть только у трубочиста. Особый трос у которого на конце – увесистая гирка. А за ней – ёршик, похожий на металлического дикобраза. Это ёршик работает только при вытягивании. Когда вниз опускаешься, она ничего. Она не цепляет, сажу не поднимает. А когда поднимаешь, она разворачивается и скрепывает все со стен. Самое ужасное, что в средние века вместо ёршика в трубу опускали детей, чтобы они там все чистили. Даже и говорить не надо, насколько это было опасно. А что вы самое странное находили? Конверты с деньгами. Были внутри рубли российские. 1945 года. Ого! Ого! Да. Все, что нахожу, я отдаю пленку. Ага. Может показаться, что трубочист – профессия чисто для развлечения туристов. Но нет. Эстонцев обязывают чистить свои дымоходы раз в год. Если этого не делать – он забьется, дым пойдет в комнату и жилцы могут задохнуться угарным газом. Трубочисту неплохо платят – от 50 евро за вызов. Так что они лазят по трубам не только ради красивого вида. Оказывается, на этом работа трубочиста не заканчивается. Теперь надо почистить трубу снизу. Ого! Ассистент, включи пылесос. Тут на помощь приходит еще один ёрщик. В этот момент как-то забываешь, что находишься в 21 веке. Все это очень пыльно, черно и очень интересно. Ну что, я вам ждала сегодня наилучшего. Спасибо большое, что показали. Надеюсь, моя помощь была вам в помощь. Скульптор Тауну Кангро не только ходит в средневековой одежде, но и живет в самом настоящем средневековом поместье. Такие в Эстонии называют мызами. Мыза – это дом и хозяйство. Обычно по двору тут ходили овцы и куры, а у господина Кангро ходят скульптуры. Все это добро хозяин оценил в 7 миллионов евро. Это ваш дом. По размеру этот дом такой же, как я хочу. 2000 квадратный. Вот примерно так где-то мне нужно будет. Ого. Внутри дом выглядит еще старше и атмосфернее. Вторая конюшня. В том смысле интересно. В 1634-м была уже конюшня. Там, где пять веков назад были кони и сено, сейчас настоящий рыцарский замок, где могли бы заседать какие-нибудь рыцари прямоугольного стола. В таком огромном помещении грех жить одному. И поэтому Таунос дает его под концерты и съемки. А на втором этаже конюшни, то есть усадьбы, комнаты для гостей. Сейчас поживу, пожалуйста. Здесь жить будете. Так, первое. Так, интересненько. Сразу возле входа в номер ванная. Ничего себе. Смотрите, какая ванная. Смотрите, какая ванная. Это вы сами делали ванную? Нет, ванная старая. Ножки? Да. Пожалуйста. Спасибо большое. В моем номере в эстонской усадьбе есть еще и второй этаж. Здесь спальня. Слушайте, ну здорово прям. Спасибо. Прям красиво. Это глина, дерево. Картины замечательные. Спасибо. Мне тоже нравится, чтобы хорошо спалось. Да, да. А сколько стоит комната такая? Такая 75 евро только. Это вообще не дорого. Да, это не бизнес, а самое главное все-таки это искусство. Согласен. Да, да. Решено. Остаюсь. Спасибо. По традиции сезона земляне я нашла жилье у местных. И его хозяин живет в тихом и благополучном районе Таллина – Лиллакила. Вот он, мой домик на сегодня. Ну как домик? Комната? Не надо ломать тебе еще одну руку. Давайте зайдем. Привет! Приятно познакомиться. Эрки – обычный эстонский парень со своим небольшим бизнесом. Живет с девушкой, а лишнюю комнату сдает бэкпекерам вроде меня. Оказывается, не каждый дом в Эстонии напичкан найти штучками. И роботов тут нет. Обычное жилье, которое можно встретить где угодно от Таллина до Чукотки. Какая средняя зарплата тут в месяц? Около 1100 евро. Как у 80-90% европейцев, тут средний уровень жизни у большинства. Он точно выше, чем в Латвии или Литве, но не так хорош, как в Финляндии, Швеции или Норвегии. То есть вы крепкий средний класс? Типа того. Да. Когда встречаешь настоящего эстонца, хочется узнать, как же они отдыхают. Эстонцы часто выезжают на природу. У нас много лесов, болот. Для нас это отличный способ провести выходные. Ты можешь съездить на Саарема. Это самый большой остров в Эстонии. Там красивое побережье. Вот спальное место, которое ты бронировала. Ну что, у меня тут маленькая кроватка. Все такое немножко советское. Это даже не комната, а просто угол со старой мебелью. С другой стороны, что можно было ожидать в стране Евросоюза за 10 евро? Тут нет двери, тут есть просто шторка. Так что шуметь и петь ночью не получится. Я думаю, мы проснулись раньше, чем птицы, потому что я их не вижу и не слышу. Но на остров, чем раньше мы попадем, тем лучше. Поэтому я пошла. Девчоночки, спасибо вам за такую прекрасную ночь. Это было замечательно. Ну в плане, я имею в виду, спать в окружении искусства – это вдохновляет и поднимает настроение на весь день. Вот что я имел в виду, а не то, что вы подумали. Доброе утро, земляне! По совету моего нового эстонского друга я решила поехать на остров Саарема, чтобы познакомиться с другими островными эстонцами. У меня них билетик. И теперь внимание! На остров я наеду на автобусе. Как? Смотрите! Сначала автобус едет до городка Вирцу. Тут находится паромная переправа. Автобус ждет, пока подплывет паром и вместе с другими машинами заезжает прямо к нему в брюхо. Мы приехали. Представляете, автобус сейчас будет плавать на пароме. Как такое вообще может быть? Всего 20 минут и я на острове Саарема. Я тоже отправлюсь на остров Кихну. Там живут самые необычные эстонцы, у которых сохранился матриархат, то есть главные там женщины. Понятно, что не на автобусе я туда поеду, а воспользуюсь обычным транспортом богатого человека. Привет! Меня зовут Кирилл. Меня зовут Прит. Час лету, и я на месте. Вон, как и сам остров. Мы в Орле и Решке привыкли, что когда едешь на остров, то видишь примерно вот это. А вот как выглядит остров по-эстонски. Серое небо, серая вода, холодно и сыро. Я на месте. Море не видно, а рыба пахнет везде. Саарема – это остров рыбаков. Поэтому с этими землянами я хочу пообщаться в первую очередь. Вот там человек! Так, как к нему перебраться? Можно по-русски. Здравствуйте. Я вас с мостика увидела. А чем? Вы местный? Ну да, я из Сталина. Из Сталина, но не живете здесь на острове. Ага. Русские у вас очень хорошие. Ну я сам русский. Вы сам русский, да? Но живете здесь, да, в Эстонии? Да, в Эстонии. А гражданство какое? У меня нет гражданства. А как это нет гражданства? В Эстонии есть такое понятие, как негражданин. Такой серый паспорт. Сама того не зная, я раскрыла не самую радужную сторону жизни в Эстонии. Негражданин – это странный статус, который эстонцы ввели для тех, чьи предки приехали сюда за время советской власти. Неграждане Эстонии даже придумали для себя ироничное сокращение – негры. В принципе, у меня есть вид на жительство, да, и по Евросоюзу я могу путешествовать так же, как гражданин. Я не имею права занимать какие-то государственные должности, то есть работать в полиции не могу, не могу служить в армии, не могу голосовать. У меня был случай смешной. Я поехал в Сербию по рыбалке тоже, там был чемпионат мира проходил. И когда я показал этот паспорт, вся смена пограничников очень долго смеялась. Серьезно? И сказали, мы не можем вас пропустить, потому что вы пришелец. Эльян с английского буквально значит чужой. Чтобы получить гражданство Эстонии и все привилегии паспорта Евросоюза, нужно сдать экзамен на знание эстонского и выучить конституцию страны. У меня 14 падежей. А у вас есть детишки? Да. А они как? После девяносто первого года все, кто родился в Эстонии, получают гражданство. Представьте, дети Олега – эстонцы, а он пришелец. В принципе мне обидно, что мой отец родился здесь, я родился здесь, но я почему-то не гражданин. Гражданин какой страны тогда? Моя родина – Эстония. Система безопасности работает. На острове меня уже встретил местный гид. Точнее, женщина-гид. Понятное дело, что это все не бесплатно. Экскурсия, экскурсия, а 150 евриков, пожалуйста, будьте добры. Ну поехали. Мой мотоцикл тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, что это? Дорожная пыль в глазах? Ой, класс! Обожаю. Включаем полный режим обогрева. Вот так хорошо. Вроде как. А ей нормально. И юбка не продувайка по-любому. Термоюбка называется. Еще один эстонский стартап. И бабушка. Первая остановка – центр поселка. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Правда, что женщины у вас здесь главное в семье? Мне тоже так кажется, да. Во всяком случае у меня. Да? А как это выражается? Ну, как? Кошелек у кого? Решение важное – кто принимает? Вы или жена? Я не принимаю никакие решения. Нет, я выполняю, как положено. И как вам живется тогда? Вам нравится такой уклад? А если не нравится, можно уехать. Наверное, уехали еще. А если жена не разрешит, то не уедешь, наверное. Да, вот так вы уедете. Ни у кого времени нет. Ты не скажешь, что жена в магазин послала. Я сказал, что 10 минут – 10 евро. Все такие занятые. Ты видишь мужчин, потому что женщины все на работе. Они работают в школе, в муниципалитете, в магазинах, в полях. Они все заняты. Поэтому в середине дня они не ходят в магазин. А что насчет мужчин? Из тех, кого мы видели, один работает на пароме. Сейчас у него отпуск, поэтому он пошел в магазин. А второй – он все время свободен. Но я понял, что тут все-таки матриархат. Женщины главные. У нас сильные женщины, поэтому с какой-то стороны – да, по историческим причинам. Местные мужчины постоянно где-то пропадали. С апреля по октябрь ловили рыбу, а зимой охотились на тюленей. В любое время года на острове оставались одни женщины. До сих пор мы, женщины, проводим похороны. Вся церковная жизнь тоже управляется женщинами. Мы все должны были делать сами, пока мужчины в море. Но зато они привозили на остров заработки. Самые интересные земляне на моем острове – рыбаки и рыбачки. Говорят, тут живет одна колоритная тетушка. Есть место, где коптят рыбу. Хотели бы попробовать? Да. Я вам подскажу? Хорошо, отлично. Там недорого. Вот, он сказал, желтый домик. Вот он. Здравствуйте, очень приятно. Я Мишель. Тина, у нас очень старая рыбная семья. Моя дедушка был рыбаком. Мой отец и мой сын рыбак. Ага. И здесь я рыба копчу. Рыба принесет мой сын. Вот здесь внутри эта трава несколько палочек. Ой, как красиво у нас там все будет выглядеть. Нет, это не красиво. Это черненько-черненько. Нет, я имею в виду, так ровненько выстроена эта рыбочка такая. Прям хочется ее скушать уже. Но Тина сказала еще рано. А пока ждем, можно и пообщаться. А как вообще здесь живется? Вы же, получается, оторваны немножко от цивилизации. Какой? Самый большой интернет есть у нас. А оттуда все можно. Я была неделю назад в Сталине. Ух, как я устала. Ух, как я не могу. Эти электронные, эти велосипеды. Вот эти. Туда-сюда. Это вольт и вольт. Которые продукты выживают. Нет, не надо. Здесь. Хорошо. И у нас вообще в поселке люди третьего, четвертого поколения. У нас не бывает, что продают дом. Придут дети и внуки. И вот так. И рядом строят сын. И вот туда. Точка. Болтаем, болтаем. А рыбка-то там? Да, рыбка. Она готова? Да. Ну что? Видите? Красивая. Шикарная. Да. Как золото. Такая желтенькая. А сколько стоит такая рыба? В этом году 9 евро в килограмм и оконь 10 евро в килограмм. Угу. Мы можем следующее. Ну попробуй. Прям так? Ай! Здесь косточки нету. Возьми. Ооо. Вау. Она тепленькая еще. Прям с печки. Ну как соль? Нормально. Мне супер соленая. Так хорошо. Слушайте, я беру. По-моему здесь земляне на этом острове очень теплые. Несмотря на их погодные условия. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Вторая остановка моего сурового женского тура – дом самой тетушки Мары. Если никого нет дома, подпираем дверь палкой. Это знак для односельчан. И мы никогда не закрываем двери. Никогда не закрываете? Нет, у нас нет ключей даже. Потому что ты знаешь очень хорошо всех, кто живет на острове. Никто ничего не украдет. Это невозможно. Здесь вот просто то, как было раньше. Перекладины деревянные сверху. И здесь прям очень уютно. Наши мужчины раньше ходили охотиться на тюленей. Потому что была нужна еда, чтобы выжить. Так вы едите тюленей? Да, до сих пор. Попробуй. Я тебе покажу. Мы их даже консервируем. Смотри, тут даже детеныш симпатичный. Давайте это уберем. Не могу поверить, что вы едите тюленей. Но люди голодали тут. Еды не хватало. Но почему вы сейчас их едите? Это наше традиционное блюдо. Вот представь, ты уедешь из Украины и начнешь скучать по какому-то родному вкусу. Ммм, может по борщу. Для людей кихну – это вкус тюленя. А весной, например, мы собираем яйца-чаек. Мы их едим и печем из них пироги. Я никогда не слышал, что кто-то ел яйца-чайки. Иди сюда! Иди сюда! И приближай, иди сюда! В общем, несмотря на то, что здесь огромное количество людей, я должен сделать одну важную вещь – спрятать для вас волшебную бутылку со ста баксами. Наш клад у эстонцев ждет вас в Таллине. От ворот Виру пройдите по одноименной улице примерно 80 метров до фонтана. И в кустах рядом с ним ищите заветную бутылку. Удачи! Приезжая в гости к эстонцам, как будто попадаешь в какую-то временную петлю. На средневековых улицах ты переносишься в далекое прошлое. А через пару шагов упираешься в небоскреб из стекла и стали. И уже в будущем! Тут видишь, как по своим делам бежит робот, а на соседней улице встречаешь трубочиста и тебя снова отбрасывают на 400 лет назад. За два дня у эстонцев мы так и не смогли понять, как в этой маленькой стране уживаются стартаперы и охотники на тюленей. Старинные поместья и айти-проекты. Вы мне не рассказали, как ее открывать. Куда смотреть? Наверное, в глаза. В глаза. Точно в глаза. Приятного аппетита, как говорится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видела? Вот так вот весь день ходила? Вот так и ходила, и вот эти два пальчика замерзли. Зато тепло я получала от землян. Эстонцы – это народ с маленькими ресурсами, но с большими идеями. Ого, это ты, конечно, сказал. Точно не сам придумал, я уверена. Философ, философ. Я еще одну идею сам придумал. Мы разворачиваемся. И шагаем, летим, несемся к новым землянам. Отлично. Да? Полетели? Полетели. Пока, друзья, увидимся. Ты наговорил там. Нет, ты отлично сказал, друг. Да, мне понравилось. В, 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 в... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА